Сейчас в моде узоры с крупными шишечками. Я покажу, как вяжется такой узор. Сначала провязываем воздушную цепочку, затем одну петлю пропускаем и в следующую петлю провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид, вводим крючок, вытаскиваем петлю. У нас три петли на крючке и провязываем их вместе. И таким образом вяжем все петли до конца ряда. Вот я провязала ряд. Переворачиваем работу и во втором ряду вяжем воздушную петлю, затем пропускаем эту петлю и в следующую провязываем полустолбик с накидом. И вяжем еще 4 таких же самых петли, чтобы всего получилось 5. Вот готово. Дальше в следующую петлю провязываем 8 раз. Полустолбики с накидом 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8. Вот готово. Дальше узор повторяется. Снова 5 полустолбиков с накидом в следующие петли. 1, 2, 3, 4. Я вяжу быстрее уже, потому что показывала. И вот в эту петлю 8 полустолбиков с накидом. Вот, готово. И дальше вяжем точно так же. Если у вас более длинный образец, то 5 полустолбиков по одному и затем 8 штук в одну петлю. Третий ряд вяжется так же, как и первый. Одна воздушная петля и затем в каждую петлю по полустолбику с накидом. Делаем накид и вытаскиваем петлю. Три петли вместе провязываем, так до конца. И вот третий ряд готов. Теперь переворачиваем работу. И в начале ряда вяжем воздушную петлю, затем накид и в следующую петлю опять полустолбик с накидом. И так вяжем 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Вот тут важно очень не ошибиться. После этого делаем накид, в следующую петлю вдеваем крючок, вытаскиваем петлю. И так повторяем еще 7 раз. Это будет второй раз, третий раз, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Теперь все эти петли необходимо провязать одной петлей. Вот таким образом. Если вы вязали туго, то тогда вам будет это сделать сложно. Вот. Дальше в следующую петлю, вот сюда, вот свободная петля, начинаем опять вязать пять полустолбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Важно не ошибаться в количествах петель, иначе узор собьется. Вот такая получилась красивая, красивая шишечка у нас. Ее даже можно расправить. И дальше повторяется то же самое. Сейчас вяжем вторую шишечку так же, как и первую. И так до конца ряда. Ряд готов. И теперь переворачиваем, вяжем пятый ряд. Начинаем с воздушной петли. И далее он вяжется точно так же, как первый. Эта петля пропускается. И в следующую вяжем полустолбик с накидом. И далее по одному полустолбику в каждую петлю. Вот, обратите внимание, что сюда, вот в эту петлю тоже точно так же провязываем полустолбик с накидом. Так до конца. И вот ряд провязан. В шестом ряду опять будем начинать вязать шишечки только в шахматном порядке. И начинаем вязание с воздушной петли. Затем эту петлю пропускаем и провязываем всего два полустолбика с накидом. Один и второй. Дальше у нас будет шишечка. И сюда провязываем восемь полустолбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше, следующую свободную петлю вот сюда начинаем вязать по одному полустолбику. Пять раз. Один, два, три, четыре, пять. И надо проверить, чтобы у вас все было симметрично, чтобы не было ошибок. Иначе придется перевязывать. Здесь идет следующая шишечка. Я уже показывала, как ее вязать. Восемь раз провязываем полустолбики с накидом. Это уже три, четыре, я буду быстро вязать. Пять, шесть, семь, восемь. Вот так. И дальше вязание повторяется. Пять полустолбиков по одному в каждую петлю и затем восемь полустолбиков в одну петлю. Вот мой ряд провязан. У вас он будет длиннее. Переворачиваем и в седьмом ряду начинаем с воздушные петли. Затем пропускаем вот эту петлю и в каждую петлю вяжем один полустолбик с накидом до конца ряда. Очень важно вязать внимательно и не пропустить ни одну петлю. Иначе узор собьется. Вот ряд готов. Переворачиваем и в восьмом ряду закрываем шишечки. Начинаем с воздушной петли, затем провязываем полустолбик с накидом, потом еще один и дальше закрываем нашу шишечку. Делаем накид, следующую петлю, надеваем крючок, вытаскиваем петлю и еще семь раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь захватываем петлю и все петли провязываем одной петлей. Если вязание тугое, то это сделать труднее. И дальше следующую петлю, полустолбик с накидом и еще четыре раза, чтобы было пять. В дальнейшем вязание повторяется. Закрываем уже следующую шишечку точно таким же способом, как я показала. Вот вторая шишечка готова и далее продолжаем точно так же. В дальнейшем вязание повторяем с первого по восьмой ряд. И вот такие модные шишечки у меня получились. Нажмите на колокольчик и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!